Владимир Иванович Морозов всегда хотел стать летчиком, и его мечта почти сбылась. До войны занимался в аэроклубе, в 42-м попал в летное училище, но потом война распорядилась по-своему. Случайность и закономерность. Отличить одно от другого очень трудно даже в обыденной мирной жизни. На войне это нередко просто невозможно. Для Владимира Ивановича Морозова Великая Отечественная стала цепью именно таких событий, случайных и закономерных одновременно. Мы и прежде думели неплохо посчитаться с врагами в бою, а теперь до последнего вздоха будем драться за землю свою. Нормы ГТО сдавали все одноклассники Володи Морозова, а в местный аэроклуб записался только он один. Где-то в 10-м классе приходит в академию бумажки, в школу нашу, обращение, вот, аэроклуб имени Каманина, находящийся в Дзержинске, начинает набор курсантов. Комсомольцев приглашаем идти учиться в этом аэроклубе. Из нашей школы написал заявление один я. Все вроде, так сказать, были готовы к обороне, а в аэроклуб идти побоялись. Целый год теоретических занятий. Тангаж, крен, скороподъемность. Интересно и в то же время тягостно. Чем больше узнаешь об авиации, тем больше хочется летать. А тут учебники, наглядные пособия, экзамены, зачетные книжки. И вот, наконец, сразу после выпускного вечера, нечаянная радость. Война. На другой день приходим в школу. Последняя встреча. Приезжает инструктор из аэроклуба. Завтра едем на полеты. Выходим из школы, и нам говорят, началась война. Мы страшно обрадовались. Война. Какая радость-то. Пошли пиво пить. Отпраздновали начало войны. Радовались. Как ни странно. Мальчишки-учлеты пили пиво и искренне радовались тому, что началась война. Что вскоре они сядут за штурвалы боевых самолетов и покажут всему миру, на что они способны. Но война оказалась совсем не такой, как в песнях и кинофильмах. Она была затяжной, тяжелой, кровавой. А вот в бой Морозова с товарищами отправлять не спешили. Мы собрались учиться дальше лететь. В это время узнаем, что эта школа занята немцами, ее нет. И остались мы до особого распоряжения. И целый год мы жили как в раю. Не учились, не работали. Гуляли, развлекались. И получилось так. Вот кто боялся идти в авиацию, чтобы сохранить свою жизнь. Все мои товарищи из школы попали на фронт и быстренько погибли. Потом была летная школа в Челябинске. И снова теория, теория, теория. Но уже более практическая. Изучали конкретный самолет, пикировщик Пе-2. Пешку пилот третьего класса Владимир Морозов знал до винтика. Но летать ему так и не довелось. Человек предполагает, а начальство располагает. В один прекрасный день по строению строят наше училище. Это авиашкола на плацу. Берут список, зачитывают. Человек 100 шаг вперед. Я в этом списке оказался. Взяли свои вещички, которых у нас было очень мало. В строй и на другой конец Челябинска в танковое училище. С небес на землю. Вместо аккуратных казарм авиашколы, старые конюшни. Вместо уютных панцирных кроватей, грубые трехэтажные нары. Холод, голод и никакого покоя. Постоянные занятия. Гоняли будущих танкистов с утра до вечера. В итоге машины знали великолепно. Благо под боком был Челябинский танковый завод. А вот водили мало. Этому учились уже на фронте, под немецкими снарядами. Вот я помню, ночью я танк водил только один раз. Один марш. Ну, километров 10, может быть. То есть, научились мы плохо водить машину. Часов по 10 мы наводили всего. Но это было неважно. На фронте доучились. Порыв души и записался в летчики. Разнарядка начальства и пришлось переквалифицироваться в танкисты, а затем в самоходчики. На фронте то же самое. Проведение. Фортуна. И человек, беспомощный и властный хозяин своей судьбы. Первые бои под Мценском не произвели особого впечатления на лейтенанта Морозова. Ехали, наступали, стреляли. И новая случайность. В одном из боев СУ-152 тяжелую 46-тонную самоходку Морозова подбили. Пока машину чинили, командир самоходного артполка взял Владимира в помощники. И доверял выпускнику у 7-месячных танковых курсов даже больше, чем следует. Подошел наш полк к речке. Река метров пять шириной, но обрывистые берега. За рекой шел бой. Занят был плацдаром, километра два-три всего-навсего в глубину. Глава полка мне говорит, давай переправляй полк на плацдаром, а я поеду обедать. Ну, то, что я два дня ничего не ел, он об этом, конечно, не подумал. Он уехал, а я решил полк переправлять. Свой командирский дебют, переправа самоходок в брод, Владимир Морозов с треском провалил. Первая же машина безнадежно застряла в вылестом дне. Из воды торчала только рубка. Приехал пообедавший комполка и задал своему неудачливому помощнику по полной программе. Затем сел на Виллис и поехал искать действительно подходящий брод. Морозова в машину начальство не взяло. Это его и спасло. Снова случай. Я хотел сесть к нему на машину, он у меня на Виллис. Он сказал, марш отсюда опять. Адрес указал, куда мне нужно было идти. Я сел на берег, закурил, стал смотреть, как бой идет за речкой. А он поехал вдоль этой речки, сказать, брод. Отъехал он метров 300-400 и машина наехала на противотанковую мину. И от машины, и от всех этих, и от командира полка, и зама, и прочего остались рожки и ножки. Все погибли мгновенно. У каждого дожившего до победы таких счастливых случаев было немало. Однажды в двух метрах от Морозова и его товарищей разорвался снаряд. На марше экипаж присел отдохнуть у брони. Немецкий фугас попал практически прямо в них. Но грунт был слабый, и стальная болванка ушла под землю. Там произошел камуфлет. Подземный, скрытый взрыв. Расхожая фраза «отделались легким испугом» к этому случаю не подходит. Никто просто не успел испугаться. Другой, не менее фантастический эпизод тоже произошел во время отдыха. На Украине освободили село Павилки. Местные партизаны принесли танкистам настоящие водки. Еще и из довоенного запаса. Не успели выпить, как началась бомбежка. Морозов с экипажем спрятались в машине. И вновь маленькое военное чудо. Бомба упала на расстояние метра два от моей машины. После бомбежки, когда я вышел, посмотрел, гусеница сзади была над воронкой. То есть воронка прямо была под этой. Но с машиной ничего не стало. Но как ни странно, я вышел из машины абсолютно трезвый. Мгновенно протрезвел. Деревья от этой практически ничего не осталось. Все разнесли. По словам Владимира Ивановича, он и его товарищи редко чего-то пугались на войне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Это абсолютно истина. Но верно и то, что рядом со страхом всегда живет бесстрашие, героизм и обычная юношеская бесшабашность. Вот сейчас, вспоминая войну, мне кажется, что это был самый интересный и самый счастливый период в моей жизни. Вот эти вот два фронтовых года. Конечно, настроения там и чувства были разные. Перед боем чувство очень неприятное. Страшно все-таки. Но когда начинается бой, чувство изменяется. Вот мы наступали... Это уже в Польше вот так было в основном, я помню. Выстраивается наш полк на исходных. Получаем команду. Вперед в атаку. Мчимся, стреляем. Видим в прицел, как искорки летят мимо нас. Немецкие трассирующие снаряды. Страха нет. Какое состояние такое, ну, как у пьяного. Комиссары с рупорами, заградотряды с пулеметами, знакомые персонажи голливудских фильмов о Красной Армии. Владимир Иванович ничего подобного не видел. Не было истерических криков, безумного фанатизма, примитивных листовок. В бою было не до пропаганды с ее официозным псевдопатриотизмом. Я скажу так, что вот то, что видел я, в своей батарее, ни о каком патриотизме разговоров не было. В бой за Сталина мы не шли. Никогда. Было так, вот перед началом атаки, ну, или операции, замполит, строит полк, произносит речь, кричит «Ура!» Вперед за Родину, за Сталина, мы кричим «Ура!» Сели в машину, и никто уже ни Родину, ни Сталина не вспоминает. Только уже так. Вспоминает Бога, маму, соответствующих этих самых. И ни о каком Сталина в бой бы не шли. В бой шли за Родину. И бывало боялись так, что тряслись колени. Этот страх преодолевали. Но одного Морозов опасался сильно и постоянно. Он страшно боялся погибнуть и так и не узнать, чем закончится война. Война его народа и его личная война. Его первая настоящая мужская работа. Говорят, что слабых судьба тащит, а сильных ведет. Фронтовая судьба Владимира Ивановича Морозова вела его до самой победы. В 41-м у нас фактически не было самоходной артиллерии. Первые легкие САУ получали весьма нелестные прозвища. Например, «Голозадые тигры». К концу войны наши самоходки истребляли тяжелые немецкие танки вполне эффективно. И ироничных прозвищ уже не получали. Военное дело ненадолго прощается с вами. Мир вашему дому!